Если посмотрим, ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Значит, здесь два мы видим заявления, да, об этом слуге, то есть тот, кто понес наказание, да, за народ Израиля. Что здесь в нем говорится? Что он не был лжив. Первое, что не сделал греха, видите, да, и второе, не было лжи в устах его. Так сказать, навскидку, мы можем сказать это о народе Израиля? Как вы думаете, Бог мог сказать это о народе Израиля? Исайя 29, 13, давайте посмотрим. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. То есть, что здесь говорится? То есть, говорится о народе, что народ далеко от Бога вообще. Исайя 29, 13. И, например, можем ли мы сказать это даже о пророке Исайи, что о нем здесь говорится? То есть, сам о себе, да, помните, Исайя в 6 главе заявил о том, что он человек с нечистыми устами, да, и живет среди народа такого же. То есть, поэтому мы четко можем понять, что 9 стих говорит не о Исайи и не о народе израильском. Это точно. Видите это, да? Да. Стих 10. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Вот здесь, значит, вот этот термин «жертва умилостивления». Значит, Левит 5, 5 глава, описывает эту жертву и говорит об этой жертве как о совершенной жертве. 5 глава, давайте посмотрим, какой там стих. Там она вообще описывает эту жертву. Сейчас я гляну. Надо последний стих, который говорит, что эта жертва должна быть совершенной. Пятая. Ну, хорошо, прочитаем. Если кто совершит тем, что слышал голос проклятий и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе Какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся И он не знал того, но после узнает, что он виновен в том Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил То пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил Жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу За грех и очистит его священник от греха его Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинности за грех свой Пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей Одного в жертву за грех, а другого вовсе сожжение Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех И надломит голову ее и от шеи ее, но не отделит И покрапит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника А остальную кровь выцедит к подножью жертвы Это жертва за грех А другую употребит во всесожжение по установлению И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил И прощено будет ему Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей Пусть принесет за то, что согрешил десятую часть эфы пшеничной муки В жертву за грех Пусть не льет на нее и лев И львана пусть не кладет на нее Ибо это жертва за грех И принесет ее к священнику А священник возьмет из нее полную горсть в память И сожжет на жертвеннике жертву Господу Это жертва за грех И так очистит его священник от греха Его, которым он согрешил, в котором не будь из оных случаев И прощено будет ему Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное И сказал Господь Моисею, говоря Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу Пусть за вину свою принесет Господу из стада обед сполна без порока По твоей оценке, серебряными сиплями посиплю священному В жертву повинности За ту святыню, против которой он согрешил Пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю И отдаст все священнику И священник очистит его овном жертву повинности И прощено будет ему Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господней Чего не отбежало делать Ибо невидимый сделается виновным и понесет на себе грех Пусть принесет священнику в жертву повинности овна без порока По оценке твоей И загладит священник в проступах его В чем он проступил по невидимому И прощено будет ему Это жертва повинности, которой он провинется пред Господом Здесь о жертве пишется Но Да-да-да Я не за это хотел сказать Я имел ввиду, что каждая жертва должна быть совершенной Да-да-да Нашли в описании? А, да Это 6-6 За вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности И стада овец овна без порока По оценке твоей Ну, все вы знаете, да Что любая жертва, которая должна приноситься пред Богом Да Эта жертва должна быть без всякого порока И без всякого изъяна То есть она считается, что она должна быть совершенной просто Эта жертва То есть вообще никакого не должно быть без яна на этом животном И когда говорится в 10 главе о жертве умилостивления, да Давайте вернемся к Исаии 53 Но Господу угодно было поразить его И он предал его мучению Когда же душа его принесет жертву умилостивления Он узрит потомство долговечно И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его То, видите, если он должен был принести жертву умилостивления, да Его душа То это означало, что Этот человек, который выступает в роли Этой жертвы, да Он должен быть каким? Без всякого порока, да А теперь давайте подумаем Вот, и ответим на какой вопрос Подходит ли какой-нибудь человек на эту роль? И, например, здесь же, да, в Исаии, давайте прочтем 65 глава С 1 по 7 стих Я открылся, не вопрошавшим обо мне Меня нашли неискавшие меня Вот я, вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым По своим помышлениям К народу, который постоянно оскорбляет меня в лице Приносит жертвы в рощах и сожигает фимя на черепках Сидит в гробах и ночует в пещерах Ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах его Который говорит Остановись, не подходи ко мне Потому что я свят для тебя Они дым для обоняния моего Огонь, горящий всякий день Вот что написано перед лицом моим Не умолчу, но воздам В недра их Беззаконие ваши, говорит Господь И вместе беззаконие отцов ваших Которые воскуряли фимя на горах и на холмах Поносили меня И отмерю в недра их прежние деяния их То есть вот здесь мы видим, да, что Бог говорит о народе израильском И говорит, что народ израильский также был беззаконен, да И назвать кого-то из них, кто бы мог подойти на эту роль жертвы, да, в совершении Такого нету Поэтому на основании вот этих вот некоторых выводов Мы можем сделать для себя вывод, что все эти свидетельства Они говорят только об одном Что ни сам пророк, ни народ израильский Не может здесь выступить в роли слуги, о котором здесь говорится Который возьмет на себя грехи всего народа Который станет жертвой умилостивления А вывод мы можем сделать такой Что здесь говорится о Мессии О Мессии, который придет И возьмет на себя грехи всего народа И станет в действительности жертвой совершенной Как здесь написано, жертвой умилостивления, да То есть Мессия умирает для того, чтобы искупить свой народ Давайте пятый стих посмотрим Но он изъязвлен был за грехи наши И мучим за беззакония наши Наказание мира нашего было на нем И ранами его мы исцелились Здесь сказано, что он был изъязвлен Ивритское слово, которое здесь используется Хапал Изъязвлен Ивритское слово используется Хапал Значит он Хапал Изъязвлен За грехи их То есть Можно понять одно, что Его принесение в жертву Самого себя является частью Божьего плана Также можем это посмотреть Шестой, десятый стих Да Шесть, десять Ну, шесть и десятый стих Не шестого по десятый А шестой и десятый Все мы блуждали, как опти Совратились каждый на свою дорогу И Господь возложил на него грехи всех нас Но Господу угодно было поразить его И он предал его мучению Когда же душа его принесет жертву умилостивления Он узрит потомство долговечное И воля Господня Благоуспешно будет исполняться рукой его Что мы можем отсюда Какое сделать заключение Что его смерть это что? Что это воля Божия Видите, да? Написано в десятом стихе И что воля Божия будет исполняться им В десятом стихе он говорится В результате того, что он понесет на себе Грехи всех Оправдает, да? Всех пред Богом Вот Говорит десятый стих И одиннадцатый стих Говорит о том, что На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством Через познание его Он, праведник, раб мой Оправдает многих И грехи их на себе понесет И результатом этого всего Это было то, что Ну почему это все произошло? Почему он взял грехи? Почему он видит результат Этих событий? Это то, что написано в восьмом стихе Что он умер Что свершилось это все Через его смерть Восьмой стих От уз и суда он был взят Но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых За преступления народа моего Претерпел казнь То есть он не мог Принести жертву И взять грехи людей И дать им оправдание Не будучи умертвен То есть восьмой стих Говорит об этом Что для того, чтобы все это Произошло Да, он должен был быть умертвен То есть должна была Да, быть пролита кровь И девятый стих Ему назначали гроб со злодеями Ну, такое Нечеткое заявление Но намек На воскресение Мессии Это давайте будем читать С десятого стиха Но Господу угодно было поразить его И он предал его мучению Когда же душа его принесет Жертву умилостивления Он узрит потомство долговечное И воля Господня Благоуспешно будет Исполняться рукой его На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством Через познание его Он, праведник, раб мой Оправдает многих И грехи их на себе понесет Посему я дам ему часть Между великими И сильными будет делить добычу За то, что предал душу Свою на смерть И как злодеем причтен был Тогда, как он понес на себе Грех многих За преступников Сделался ходатай Вы видите намек На то, что должно быть воскресение То есть мы читаем, что он умер Понес на себе грехи И здесь описание того Что он после этого всего Будет смотреть На то, что он сделал Видите, да? То есть нету здесь, конечно Такого прямого заявления О воскресении Так, чтобы прямо было написано Что он воскреснет Но мы видим явный намек На то, что здесь говорится О том, что в результате его смерти Понесения греха Что мы можем увидеть Что есть в действительности Прямой намек на то Что будет присутствовать действие Как воскресение В результате чего он будет Смотреть на все то, что он сидел Как на Написано Смотреть с довольством Да? Он будет видеть свое потомство Долговечное Он будет смотреть на то Как он предал душу свою на смерть То есть из этого всего Мы можем сделать определенный вывод Что здесь в действительности Есть очень такой серьезный намек На то, что подразумевается Воскресение его смерти Да, совершенно верно И знаете Есть очень много Различных Комментариев Равинов Подтверждающих Мессианское толкование Исаи 53 То есть ранние комментарии Которые Все-таки Говорили о том Что это в действительности Мессианские Ну, мессианское пророчество Существует значительное количество Равинских комментариев Подтверждающих Мессианское толкование Исаи 53 Значит Торгум Ионатан 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 Это, ну да Я буду перечень говорить Некоторых Кто говорит об этом Торгум Ионатан Н Торгум Ионатан Натан Ну Только перед Натаном Еще Ио Буква ИО Ионатан Ионатан Значит Делает такое утверждение О 50 О стихе 13 В 52 главе О 52-13 То есть там делается Такой перевод Ну торгум вы поняли Да, что это перевод И там делается Такой перевод Что Вот мой слуга Мессия Будет Благоуспешен Он возвысится И вознесется И возвеличится Вот мой слуга Мессия Будет благоуспешен Он возвысится И вознесется И возвеличится Ну если в нашем Русском переводе Написано Вот раб мой Будет благоуспешен Возвысится Вознесется И возвеличится А перевод Вот этого Торгум Ионатан Делает его Вот таким образом Вот мой слуга Мессия Будет благоуспешен Он возвысится И вознесется И возвеличится То есть видите В этом переводе Уже сразу Ну написано Что Что речь идет О Мессии Вместо Ну здесь Вот мой слуга Мессия 52-13 52-я глава 13-й стиль Значит Высказывание Из Талмуда Талмуд Сангедрин Это статья Которая Талмуд Сангедрин 98-б Записали Значит В нем такое высказывание Мессия Каково его имя Знак вопрос Равины говорят Кавычка Прокаженные Равины Равины говорят В кавычках Прокаженные Некоторые равины Утверждают Опять в кавычках Больной Ибо сказано В кавычках Он понес Наши болезни Исайя 53-4 То есть На основании Исайя 53-й Главы 4-го стиха В Талмуде Некоторые Равины Определяя Имя Мессии Говорят Прокаженный Больной И делают Это акцент На Исайе 53-й Главе 4-м Но смысл Здесь заключен В чем Что они Как бы Говорят Именно о том Что 53-я Глава Говорит О Мессии Понимаете То есть Для нас Важен Этот момент Значит Медраж Медраж Статья Руфь Руфь Раба Руфь Раба Раба Выпишите Раба Название статьи Руфь Раба 2b 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 Я как бы Объясняю вам Слово Как пишется Руфь 3b 2b 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 Я предположил 1b 1b 2b 1b 2b 2b 3b 2b 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 3b 3b 4b 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 5b 5b 6b 6b Он говорит о царе Мессии И Секундочку Спасибо. Приди сюда, приблизься к трону. Он говорит о царе-мессии. Приди сюда, приблизься к трону. Я когда высказывание закончу, вам будет понятно почему. И ешь хлеб, хлеб царства. И ешь хлеб, хлеб царства. И погрузи свою пищу в уксус. Что-что? И погрузи свою пищу в уксус. Это высказывание на основе Псалма 68, 22 главы. Что пропустили? Приди сюда. А? Сейчас, сейчас. Все понятно будет. Приди сюда, приблизься к трону. И ешь хлеб, хлеб царства. И погрузи свою пищу в уксус. Отметьте, что эта часть как бы берется из Псалма 68, 22. На основе как бы. А теперь этот метраж дает как бы пояснение всему тому, что было сказано. Это относится к его наказанию, ибо сказано. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Они делают акцент на Псалме 68, 22, где написано. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Понимаете? То есть, и как бы толкуя этот отрывок из Писания, они его толкуют на основании Исаии 53. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Это относится к его наказанию, ибо сказано. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Это высказание из Исаии 53, 5 стиха. То есть, на основании Исаии 53, 5 стиха, они делают комментарий к Псалму 68. И объясняют, что там говорится о Мессии 53, 5. И объясняют, что там говорится о Мессии, потому что в Исаии 53 главе написано, что он изъязвлен был за грехи наши. То есть, это означает, что они делают акцент на что? Что у них нет сомнений, что Исаии 53, это говорит о Мессии. И на основании Исаии 53, они делают толкование к Псалму 68, говоря, что Псалом 68 также говорит о Мессии и о его страдании. Понимаете, да? Это никакой не напиток был. Это натуральное было уксус, который из винограда. Или называют еще, можно сказать, типа вино, но которое в состоянии уксуса находится. Которое используется в пищу и так далее. Все продукты были натуральными. Не тот уксус, который у нас сейчас делают. А? Да, без ГМО. С Медрашем Руфь понятно? Или непонятно? Да, то есть они как бы делают комментарии к 68-му Псалму, да? Вот. И ставят свой как бы комментарий на основании 53-й главы. Подразумевая уже, что 53-я глава без сомнения говорит о Мессии. И что Мессия должен пострадать. Ну, вот это то, что важно для нас. Увидим. Теперь торгум. Иерусалимский. Торгум. Иерусалимский, да. Торгум. Иерусалимский. Торгум. 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 Иерусалим. Торгум. Сейчас. Хочу вернуться назад к Мидрашу. Значит, Мидраш этот, он делал комментарии все-таки именно на книгу Руфи, на 2 главу, 14 стих. 2 глава, 14 стих, звучит таким образом. И сказал ей Ваос, время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. То есть Мидраш этот, он делает все-таки именно комментарии книги Руфи, 2 глава, 14 стих. А вот делает он свои выводы на основании Псалма, получается, 68-22 стих, и на основании Исаии 53 главы 5 стиха. Да, он использует это слово, как бы, на основании там, что там используется также это слово. Вот, но в результате все это приводит к тому, что это говорится о Мессии. Понятно, да? Значит, Иерусалимский Таргум делает комментарий на Исаию 53-12. Иерусалимский Таргум. Значит, звучит это так. Он, Мессия, будет ходатайствовать за грехи человека и непослушание его, и человек будет прощен ради него. Правильнее будет сказать, что это, ну, как перевод этого 12 стиха. Он, Мессия, будет ходатайствовать за грехи человека и непослушание его, и человек будет прощен ради него. Он, Мессия, будет ходатайствовать за грехи человека и непослушание его, и человек будет прощен ради него. То есть мы видим, что это такое очень четкое, мессианское заявление, да? Также еще приводится древняя молитва, которая называется Оз. Оз. Оз с большой буквы. О-з. Нет, это не все. Следующее слово. Млафнай. Млафнай. О-з. Б. Решогол. 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 которое проводилось на Йом-Кипур. То есть эта молитва использовалась в древнем служении, которое проводилось на Йом-Кипур. Она в себя включала такой отрывок, который можно назвать размышлением, также на Десае 53. И вот кусочек из него я вам прочитаю. Что вы пропустили? Значит, кусок, отрывок из этой молитвы звучит таким образом. Наш праведный Мессия оставил нас. Ну, давайте я прочту, ну, я думаю, что хорошее выражение можно писать. Давайте я прочту. Наш праведный Мессия оставил нас. Мы поражены ужасом, и нет никого, кто бы оправдал нас. На плечах своих понес он наши грехи, и в ранах его обрели мы прощение. О, Вечный, сотвори его заново. С Сеира да придет Искупитель, и с горы Ливанской да провозгласит он искупление второй раз через слугу твоего. Записывайте, или нет? Наш праведный Мессия оставил нас. Мы поражены ужасом, и нет никого, кто бы оправдал нас. На плечах своих понес он наши грехи, и в ранах его обрели мы прощение. На плечах своих понес он наши грехи, и в ранах его обрели мы прощение. И в ранах его обрели мы прощение. О, Вечный, сотвори его заново. С Сеира да придет Искупитель из горы Ливанской да провозгласит он искупление второй раз через слугу твоего. С Сеира да придет Искупитель из горы Ливанской да провозгласит он искупление второй раз через слугу твоего. Провозгласит он искупление второй раз через слугу твоего. Провозгласит он искупление второй раз через слугу твоего. С Сеира да придет и ваше.